Я рос в очень большой семье, и вот что мы любили делать с братьями, так это постоянно выбираться на море, плавать, нырять. И вот совершенно не думали о безопасности. И сейчас, когда мы подросли, мы любим собраться вечером с всей семьей и обсудить то, что, ну, как рисковали. Ну, о безопасности на воде нужно думать всегда, и как раз таки именно об этом мы можем поговорить с нашим следующим гостем. Вот правильно, не помешало бы нам тогда, да, поэтому прямо сейчас давай знакомиться и внимательно всё узнаем. А у нас в гостях сегодня начальник Центра Государственной Инспекции по маломерным судам МЧС России по Республике Крым Абулат Каюмов. Доброе утро! Доброе утро! Ну, и мы знаем, что сейчас, все мы знаем, курорный сезон в самом разгаре, при этом всё лето проводились работы с мониторингом различных ситуаций, которые могут произойти на воде вообще. Каковы итоги работы за лето? Ну, итоги ещё рано подводить. Ну, те, которые можно на данный момент озвучить, да. Ну, положительная динамика есть однозначная, это как и пресечение правонарушений с маломерными судами, плюс мы не допустили на сегодняшний день гибели детей в Республике Крым и динамика снижения гибели вообще граждан на морской акватории. Ну, это я знаю, что буквально на днях тоже в интернете могли видеть, что с нескольких дайверов погибло, да, один точно по малой речи. Да, ну, второй без вести, да, поиски не дали результатов. Очень большая ставка была привлечена к Главному управлению и всех спасательных сил Республики Крым, но поиски не дали результатов. А второй, да, нашли его на следующее утро на камнях погибшего. Все-таки какие рекомендации стоит дать людям для того, чтобы сохранить их жизнь? Первая рекомендация, она идет всегда, будьте грамотными, будьте ответственными, в первую очередь за свою жизнь и за жизнь окружающих людей и, конечно же, за жизнь детей мы несем ответственность. Сейчас время такое, сейчас человек не может сказать, что я чего-то не знаю, сейчас доступ к информации абсолютно для всех открыт и законы абсолютно прозрачно написаны и понятны в плане безопасности на воде, поэтому человек не может сказать, что я чего-то не знал. Ну и в первую очередь, мне кажется, пляжи нужно выбирать те, которые уже проверены, проинспектированы, да, у которых исследовано дно. Все правильно и на сегодняшний день у нас допущено в эксплуатацию по Крыму 446, тоже положительная динамика на увеличение, мы достигли своей цели в этом году, которая и была именно увеличить места организованного отдыха на воде, чтобы люди могли получить в большем количестве больше мест доступных и безопасных, конечно же, в первую очередь. Тем более, да, что хочется сказать, что во всех бедах виноваты не море, а в первую очередь сами отдыхающие, которые нарушают элементарные права безопасности. Скажите, пожалуйста, что вообще вот касательно этого вопроса, как часто, да, крымчан или отдыхающих тянет в небезопасную воду? Знаете, этих мест очень много и в этом году мы выявили 111 мест неорганизованного отдыха и они все так же остаются традиционными как для гостей, так и для жителей Крыма, потому что это красивые места с бухтами, с гаваньями для приятного отдыха, да, но в этом случае безопасность не обеспечивается, дно не проверено, спасателей там нет и, конечно же, человек лично несет персональную ответственность за себя, за жизнь свою. Что касается случаев, когда на воде переворачиваются различные бананы, катамараны, у нас в Крыму были зарегистрированы такие случаи? В этом году таких случаев вопиющих не было, но был один из, из ряда вон выходящих, вы, наверное, слышали, да, где циклист бросил на воде детей, детей бросил в море и взрослых, которые их сопровождали. Ну, это вообще ни в какие рамки не входит, не знаю, о чем думал человек. Видимо, испуг от приближения катера ГИМСа настолько им обладал, что он не соразмерил ответственность, да, 300 рублей, супротив уголовной ответственности за оставление людей в опасности. А, то есть человек скрывался от штрафа. Абсолютно, да, да. Он знал, что он нарушает законодательство, он знал, что нарушает 149-е постановление Республики Крым, которое точно описывает, что буксировка надувных систем гидроциклами запрещена. Люди должны понимать, что безопасность не обеспечивается при буксировке гидроциклов. Нет дополнительного спасателя, нет смотрящего за буксируемой системой. То есть, только катер может, да? И типичный пример это вот гидроциклист, который просто поднял лапки кверху и скрылся от ответственности. Ну, я насколько знаю, там дело уже набрало обороты, и сейчас его опера уже задержали давно. Уже следственный комитет занимается им, да, это уголовная ответственность, это оставление человека в опасности. Люди должны понимать это. Да, в первую очередь нужно учиться ответственности как за себя, так и за окружающих. Тем более, если оказываешь услуги, нужно их оказывать грамотно, чтобы ты, ну, действительно, а если бы, не дай бог, что-то училась. В первую очередь, услуги нужно оказывать законно. Он должен зарегистрироваться в капитании порта, он должен получить право управления коммерческим судном, и он должен платить налог за свою коммерческую деятельность. Это очень важно. И обеспечивать безопасность людей, если он уже за это взялся, правильно? Но, по всей видимости, этот вопрос должны регулировать еще и сами отдыхающие, да, которые, если видят, что объект не подпадает под нормы и под требования, ну, просто не пользоваться таким аттракционом. Вы знаете, вот тенденция как раз насчет отдыхающих совсем обратная. Человек, который может быть в тяжелых, жестких условиях, работал на протяжении года и выбрал время две недели, да, их можно с человеческой стороны понять, но они пытаются получить от короткого промежутка максимум удовольствия, да, и последние съемки в интернете, они показали видео, что буквально у отдыхающих спрашивают, вы знаете, что это опасно, вы знаете, что не обеспечена безопасность ваших и ваших детей. Человек открыто говорит, мне все равно, я приехал отдыхать, отстаньте от меня. Ну, личный выбор каждого, я считаю, но все-таки не стоит забывать, что две недели, пусть даже сумасшедшего и яркого отдыха, они не стоят жизни, ни ребенка, в том числе, в первую очередь, и не своей личной жизни. Спасибо большое за беседу. Спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях был Булат Каюмов, начальник Центра Государственной Инспекции по маломерным судам УЧС России по Республике Крым. Спасибо. Но мы не просто так заговорили про интернет, потому что действительно в крымских социальных сетях каждый раз происходят, ну, настоящие бураны, ураганы, страстей и событий, обсуждаются как и ямы на дорогах, так и проблемы на воде. Но о том, что было актуально на этой неделе, прямо сейчас.